МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на канале НСК 49, студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Каннский любимец в Новосибирске Андрей Звягинцев и его нелюбовь. Все подразделения в ружье пресечена попытка террористического акта. Сабантуй в центре города. Праздник обновления природы отметят безудержным весельем. А сейчас я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях дня. В Новосибирск приехал Андрей Звягинцев. Мэр Аннатолий Локоть провел неформальную встречу со всемирно известным новосибирцем. Глава города уже не в первый раз встречается с режиссером, чтобы не только поговорить о жизни, но и обсудить возможные перспективы создания кинофестивалей в Новосибирске. Мама, открой, Алеша пропал! На прошедшем 70-м Каннском фестивале фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева завоевал приз жюри. После успеха на престижной кинопремии режиссер посетил свою родину – Новосибирск, где встретился с поклонниками, журналистами и мэром города. Встреча главы Новосибирска с Андреем Звягинцевым прошла в кинотеатре «Победа» после пресс-показа нового фильма. Как рассказал Анатолий Локоть, это не первая его встреча с талантливым земляком, посвященная обсуждению идеи киномероприятий, творческих вечеров и полномасштабных фестивалей в Новосибирске. Не обошлось и без разговоров на тему отношения к власти и российской политике. Поэтому вновь вернулись к краеугольному Левиафану, немного позабыв о премьерной нелюбви. В прошлый приезд мы тоже с Андреем Петровичем сидели, разговаривали. Тогда он привозил, представлял свой фильм «Левиафан». И он смотрел такими глазами, широко открытыми на меня. «Ты мэр?» Я говорю, да, я мэр. Слушай, я привез фильм, где мэр вообще очень плохой человек. Я ему рассказывал, постарался ему объяснить, что да, наверное, Левиафан – это правильно, но есть и другая сторона. А что ощущает Левиафан в роли руководителя того или иного уровня? Что ощущает Левиафан, Звягинцеву пытались объяснить неоднократно и на более высоком уровне. После выхода картины министр культуры высказал мнение, что фильмы, которые оплевывают действующую власть, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков. Напомним, что часть средств на съемки Левиафана выделило государство. А также небезызвестный Виталий Милонов потребовал, чтобы Звягинцев вернул деньги Министерству культуры за то, что очернил Россию в новой картине. Новый фильм «Нелюбовь» был снят без помощи государства, чему Андрей Звягинцев только рад. Мы не просили, а они не предлагали. Так что здесь как-то встречное движение такое было. Я, честно говоря, рад, что у нас нет этих денег, и что, по крайней мере, никто из зрителей в своих комментах не будет бросать мне упрыгки в том, что я трачу их деньги. 1 июня состоялась премьера нового фильма Звягинцева «Нелюбовь». Трагическую историю 12-летнего мальчика, ушедшего из дома из-за тяжелого развода родителей, уже смогли оценить первые зрители и журналисты. Денег в областном бюджете все больше, причем львину долю расходов в нем составляют траты на социальную сферу. А суммы, выделяемые регионом Новосибирску, сопоставимы со всем бюджетом столицы Сибири. О первых итогах исполнения бюджета Новосибирской области за пять месяцев этого года и о том, чего удалось добиться в предыдущие годы, расскажет Василий Акимов. Экономика сегодня переживает непростые времена, и наша область не стала оазисом благополучия во время кризиса. Тем не менее, многим показателям Новосибирской области по праву могут позавидовать другие российские регионы. Один из них – исполнение регионального бюджета. Его доходы на 31 мая составили более 50 миллиардов рублей, причем 44 из них – собственные налоговые и неналоговые доходы. В целом, бюджет области – в плюсе. Исполнение плана состоялось по пяти месяцам на отметке 42% к годовому показателю. То есть, это можно говорить о том, что мы идем равномерно, где-то по 1,12 без опережения. Динамика по собственным доходам за пять месяцев составила 112%. Особое внимание в областном бюджете – в социальной сфере. На нее уходит более 85% всех расходов. Область успешно выполняет все требования федеральных властей по повышению зарплат бюджетникам, в числе которых – учителя, врачи, работники культуры. Все эти уровни у нас на сегодняшний день обеспечены областным бюджетом в полном объеме. И вот обрезки и корректировки, я докладывал, мы почти миллиард рублей дополнительно вложили в расходную часть бюджета, по-моему, 930 миллионов, что ли. Как раз для того, чтобы все эти целевые индикаторы достичь. Не обделен вниманием и Новосибирск, говорят чиновники. Объем всех расходов областного бюджета на территории нашего города сопоставим со всем бюджетом мегаполиса. Так, в 2015 году регион пополнил козу Новосибирска более чем на 27 миллиардов рублей, а в 2016 – более 29 миллиардов. В этом году общие расходы должны превысить 30 миллиардов. Более того, за последнее время целые отрасли в городе были переданы на финансирование областных властей. Два дорогостоящих полномочия – это по существу финансовое обеспечение, дошкольного образования, которое в затратах выражается – это заработная плата и учебные пособия. И вторая компонента – это здравоохранение. Вот они были переданы на уровень субъекта Российской Федерации. Правительстве регионы не скрывают, что достичь докризисных показателей пока не удалось. Так что было в изобилии и процветании в этом году ждать не стоит. Но динамика положительная. Мыша еще уверена, что вскоре ситуация окончательно выправится. Хорошая мина при плохой игре. В правительстве Новосибирска утверждает, что в год экологии уделяют особое внимание о защите охраняемых природных территорий. Именно этим вопросом была посвящена межрегиональная конференция, на которой побывал наш корреспондент Алексей Кузьмин. Огромные площади, за которыми не всегда установлен контроль, уязвимы. В Сибирском федеральном округе за последние годы значительно поменялся климат. А сваленный промышленный бытовой строительный мусор наносит колоссальный ущерб природе, угрожая экологической катастрофой. Чиновники утверждают, для того, чтобы сохранить первозданный вид природы и защитить исчезающие виды животных, необходимо установить ограничения. Задача особо охраняемых природных территорий – сохранить в том виде, который оно досталось нам, и передать будущим поколениям. Вот ведь парадокс. В Новосибирской области как раз в год экологии зафиксировано большое количество нарушений, связанных с загрязнением окружающей среды. Однако в правительстве Российской Федерации принято решение на территории двух регионов – Новосибирской и Томской областях – создать Васюганский заповедник. Я надеюсь, что это принесет теперь только благо для местного населения, потому что заповедник – это юридическое лицо, это рабочие места, это возможность организации деятельности по обеспечению посещения заповедников. Высокие слова, грандиозные планы. Тем временем общественности и СМИ практически каждую неделю рассказывают о массовых незаконных вырубках деревьев в рекреационных зонах. И остановить этот беспредел правительство не в силах. Вся зима прошла в битвах против несанкционированных снегоотвалов. С началом таяния снега вся грязь из химии соли потекла в близлежащие водоемы. Что говорить про растущие, как грибы, нелегальные свалки? Активисты Народного фронта направили в прокуратуру в марте текущего года материалы от 12 таких объектов. По всем выявленным нарушениям прокурор города возбудил в отношении нарушителей дела об административном правонарушении. Инвалидность не должна быть преградой для получения хорошего образования и становления ребенка в качестве полноценного члена общества. По сути, это аксиома, не требующая доказательств. Однако в реальном мире все намного сложнее. Инклюзивное образование – тема непростая. По закону все дети-инвалиды, точнее их родители, имеют право выбора обучаться им в обычной или специализированной школе. Однако и условия созданы не везде, и одноклассники со своими родителями не всегда рады появлению необычного сверстника в классе. Как преодолев все эти трудности, обсудили на круглом столе в пресс-центре новосибирской комсомолки. Инвалидов в нашей системе на сегодняшний день около 7 тысяч. Большая их часть обучается в общеобразовательных школах. Выяснилось, что многие родители предпочитают отдавать ребенка именно в специализированные школы. Хотя и с этим есть проблемы. С первого по выпускной класс ребенок-инвалид в нашем городе не всегда может отучиться. Приходится переходить из начальной школы в среднюю, расположенную в другом районе. Хотелось бы, чтобы вот ребенок пришел в первый класс в специализированной школе и дальше продолжал учиться, хотя бы 9 классов заканчивал со своими одноклассниками. Пандусы в школах не панацея для решения вопроса доступности, отметили участники круглого стола. Часто бывает, что вход оборудован без изъянов, однако мешают всевозможные пороги, углы и тому подобное. И в обычных, и в специализированных школах не всегда хватает помощников, которые помогали бы ребенку делать элементарные вещи. Средства надо говорить о том, что это достаточно ограниченное количество денег, поэтому все объять необъятно невозможно. Проблем много, и невзирая на экономические трудности, их пытаются решать. Сложнее с другим, с разрухой в головах. Как отметил один из участников круглого стола, отец ребенка-инвалида, когда он вместе с сыном посещает торговые центры, то часто ловит пристальные взгляды. Конечно же, с таким отношением некоторых людей вряд ли можно всерьез рассуждать не то, что об успехе инклюзивного образования, а даже о том, что люди с ограниченными возможностями когда-нибудь смогут ощущать себя полноценными гражданами. Так что наводить порядок, видимо, все же следует начинать с изменений во взглядах некоторых людей. В Барышево местные жители пытаются добиться от администрации социальной помощи для семьи одиноких стариков. Пожилая женщина парализована, а ее супруг – инвалид, который сам не в состоянии ухаживать ни за собой, ни тем более за лежащим больной. Соседи пары с декабря обращаются в соцзащиту, которая по закону обязана найти для своих подопечных места в доме престарелых. Надежде Оржановой 86 лет, ее супругу Виктору Захватову 80. Женщина с конца декабря не встает с постели из-за перелома шейки бедра. А мужчина – инвалид, живет без одной руки, а также имеет большие проблемы со зрением. За беспомощными стариками по очереди ухаживают соседи, но полноценной помощи никто оказать не может. У людей работа и свои домашние дела. Жители обращались в администрацию сельсовета, желая найти для пожилой пары места в специализированном учреждении. Но пока работник социальной защиты Людмила Шатохина ответа людям не дает. Шатохина у нас по соцзащите сельского совета сказала мне, в понедельник она придет, в понедельник у нее приемный день, во вторник она придет. Но так она и не появилась по сегодняшний день. Никому они не нужны, детей у них нет. Ходить некому. Соседи, ну сколько соседи могут ходить? Ну а как же, помогают, все делают, есть принесет. Живут старики в тесной комнате, которая служит им и спальней, и кухней. Надежда Ивановна при виде съемочной группы сразу расплакалась. Женщина тяжело воспринимает визиты чужих людей. Тем более веры в слова приходящих гостей уже нет. Все что-то обещают, но результата до сих пор не видно. В администрации сельсовета нам рассказали, что работа по устройству пожилой пары в дом престарелых уже идет. Но пока есть проблемы с документами Виктора Захватова. Сейчас на Надежду Ивановну сданы документы в Добрыню, а уже Ольга Сергеевна там специалист, она занимается. Она через министерство будет оформлять путевки. Она захватывала сожитель, который дедушка ее. У него, значит, инвалидность третья группа, но не нашли ИПР-ку. Из-за этой вот ИПР-ки его не берут. Вопросы ПР индивидуальной программы реабилитации будут решать 19 июня на приеме медработников. Ситуация прояснится в скором времени, заявляет сотрудник социальной защиты. Старики и помогающие им соседи надеются, что администрации, правда, не оставят их в беде. И в ближайшем будущем семья получит необходимый уход и удобство. Во время подготовки сюжета о стариках из Барышева нам стало известно, что Надежде Оржановой путевку вручили уже сегодня. Это новости 49-го канала. Длинные очереди в регистратуру, дефицит талонов к узким специалистам, многочасовые ожидания приема. Данное явление для новосибирских поликлиник, увы, не редкость. Решить эти и многие другие околомедицинские проблемы пока не получается. Сотрудники фонда обязательного страхования решили сделать еще одну попытку и запустили пилотный проект. В чем его суть, узнавал наш корреспондент. Агенты фонда обязательного медицинского страхования с 9 утра до часу дня дежурят в двух поликлиниках Новосибирска. Их задача – проводить анкетирование пациентов, отвечать на вопросы, расспрашивать о проблемах, которые возникают с лечением. Напоминаем, что определены территориальные программы ОМС. И, к примеру, если пациенту требуется УЗИ, то пациент должен пройти не позднее 14 календарных дней с момента направления. Пилотный проект «Бережливые поликлиники» направлен на то, чего так долго ждут новосибирцы. Решить проблему с очередями в регистратуру, иногда грубым отношением персонала и многое другое. Параллельно пациентам рассказывают о важности диспансеризации и задают вопросы о состоянии здоровья, выявляя так называемые группы риска. У ваших близких родственников наблюдался ли инфаркт? Да, у моей матери целый букет можно сказать. Перечисленная память заболеваний. То есть есть наследственность, да? Пациентам, как всегда, есть что рассказать по поводу сервиса поликлиник. Истории известны каждому из нас. Ходили, если мы, наверное, в 9 мест или в 8 мест в своей 26-й поликлинике, а в 16-й уже в 12 мест. У меня ножки больные, много всяких болячек. Я старая, мне 70 лет. Я записаться уже полгода не могу глазному. А у меня сахарный диабет и сильно падает зрение. Записаться я не могу. Почему? А талонов нету. Итоги пилотного проекта на базе двух поликлиник подведут в сентябре. Если собранная информация не останется только на бумаге, а получит практическое применение и решение проблем, то страховые агенты начнут дежурить во всех поликлиниках региона. Жилой дом по адресу Октябрьская, 6 вместе со стенами и землей продали местному бизнесмену всего за 5000 рублей. История уже давняя. Сомнительная сделка между Облпотребсоюзом и частным лицом состоялась 14 лет назад. И с тех пор жильцы дома обращаются в различные ведомства с просьбой вернуть их права на собственность. В 2003 году Облпотребсоюз через суд получил в собственность дом по улице Октябрьской. Учреждение в скором времени сделало жильцам предложение отказаться от своих прав, чтобы ускорить снос здания и впоследствии стать владельцами новых квартир. Перспектива переехать из старого аварийного дома в новое жилье показалась людям очень заманчивой. Жители обещаниям Облпотребсоюза поверили, а через несколько месяцев 9-ти квартирный дом оказался продан в частные руки. И продан за 5000 рублей. Купили за смешную сумму, и вот там они ссылаются на документы, что дом имеет частное лицо, у него документы все нормально, и вопросов дальше никто не возникает, потому что как этот дом туда попал, и как это все произошло, и как люди остались заложниками в такой ситуации. Теперь люди в квартирах не могут прописаться, продать жилье, обращаться в аварийные службы. Юридические квартиры им больше не принадлежат. В здании с высоким процентом износа нарушена работа канализации и сантехники. В туалет жильцы вынуждены ходить в соседнее здание. Новым владельцем дома оказалась компания «Ром Приз», в частности ее хозяин Михаил Андрусов. Несколько лет предприниматель не появлялся на купленном участке и даже не известил людей о состоявшейся сделке. А спустя время начал привозить людям коммерческие договоры. Нету прав у нас, он хозяин. Он нам первое время договорался с 3 договора, нам по 8 тысяч за квартиру платить. Я тогда получала 4,5 тысячи пенсию. 31 мая жильцы подали коллективное обращение полномочному представителю президента. До этого люди долгие годы писали в прокуратуру, полицию, обращались в мэрию и суд. Борьба за 14 лет так и не принесла результатов. Опасения за свою судьбу у жителей дома небезосновательные. Если квартиры им не принадлежат, в любой момент новый собственник дома может выставить их на улицу. 50 лет назад было сформировано высшее военно-политическое общевойсковое училище на фондах школ-интерната Сибирского отделения Академии наук СССР в Новосибирском Академгородке. За полвека командным училищем произведено 46 выпусков офицеров численностью более 18 тысяч человек. В Доме ученых Саран в рамках празднования юбилейной даты состоялось пленарное заседание Новосибирского высшего военно-командного училища «История и современность». Полковник в отставке Александр Лопуха закончил Новосибирское высшее командное училище в 1971 году. За время службы получил множество наград и воспитал двух героев России. В то время особое внимание уделяли подготовке к работе в войсках с солдатами, к руководству боевыми действиями. Большинство преподавателей тогда были ветеранами Второй мировой. И они нам хорошо доводили истину, что главное оружие офицера – его подразделение. То есть и стрелять он должен, безусловно, уметь, но главное – командовать. Тогда и люди будут живы, как они нам объясняли, и победа будет гарантирована. В НВКУ готовят универсальных солдат. Курсанты подразделений войсковой разведки стреляют из всех видов оружия, учатся управлять танком, БТРом, БМП, прыгать с парашютом, лазить по горам, проходят водолазную подготовку. На специальном факультете училища обучаются представители 11 государств ближнего и дальнего зарубежья. Материальная база усовершенствована, более новая стала у нас, что позволяет курсантам более качественно проходить какое-то обучение. Те же самые у нас на кафедре эксплуатации есть тренажеры по вождению боевых машин, где курсантам преподаватели объясняют уже, как водить правильно, как правильно завести машину, как правильно заглушить, потому что тоже есть какие-то особенности у этой машины. В честь юбилея в Доме ученых организована выставка образцов военной формы, боевая экипировка, а на улице выставлена техника и вооружение сухопутных войск. Завтра пройдет построение, праздничный концерт и показательные выступления курсантов. Выпускники училища во все времена отличались любовью к родине, мужеством, ответственностью. Для кого-то понедельник день тяжелый, а вот для сотрудников Новосибирского завода искусственного волокна и бойцов спецподразделений ФСБ, Росгвардии, Спасподразделений и других силовых и оперативных служб непростой выдалась пятница. Оперативный штаб Новосибирской области провел учение под названием «Технология», в ходе которой была пресечена почти удавшаяся попытка террористического акта на оборонном предприятии. Технология «Энзив» – это тактика специальной учения, которые прошли с привлечением сил и средств подразделений ФСБ, пограничников, ФСО, полиции, МЧС, войск Росгвардии, а также руководство оборонного предприятия «Новосибирский завод искусственного волокна», ведомственной охраны госкорпорации «Ростехнологии» и многих других. Учение по пресечению террористического акта на объекте оборонно-промышленного комплекса России проходило под руководством оперативного штаба в Новосибирской области. Новосибирский завод искусственного волокна входит в состав «Ростеха» и выпускает в основном вооружение и военную технику. По легенде учений, группа вооруженных лиц совершила нападение сразу на несколько участков завода. На финальной стадии учения отработан сценарий возможного захвата заложников на территории Новосибирского завода искусственного волокна. На сотрудников полиции возложены задачи по обеспечению режима контртеррористической операции. Условным террористам удалось похитить оборудование и попытаться его вывести за пределы предприятия. Но это завершилось неудачей. Обе группы вооруженных лиц были блокированы силами спецподразделений, а заложники освобождены. Со стороны спасателей сегодня привлечены пожарно-спасательный гарнизон Искитима, аварийно-спасательная служба Искитимского района, Сибирский спасательный центр, оперативный штаб главного управления МЧС России по Новосибирской области. Ну и другие подразделения сил спасения, которые в составе антитеррористической группировки предприняли меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итог учений, по всей видимости, устроил всех. Жители Сибири за первые 4 месяца этого года нарушили запрет на ввоз и вывоз холодного оружия более 100 раз. Только в Новосибирске таможенники возбудили 48 дел об административных правонарушениях, связанных с перемещением через границу опасных сувениров. Почему наши земляки продолжают вооружаться кастетами и сюрикенами, расскажем прямо сейчас. Чаще всего непреодолимым рубежом на пути ввоза и вывоза холодного оружия и оружия самообороны становятся таможенники в аэропорту Толмачева. Жители сибирского региона в этом году нарушили запрет, касающийся этого оружия более 100 раз. Различные ножи, кистени, кастеты и метательные звездочки. Они же сюрикены находятся в ручной кладе и багаже прибывающих пассажиров. Фигурантами дел об административных правонарушениях, связанных с ввозом холодного оружия, становятся, как правило, туристы, приобретающие ножи и кастеты в качестве сувениров. При выявлении попыток ввоза либо вывоза предметов, предположительно являющихся холодным оружием, либо электрошоковым устройством, товар изымается и направляется на экспертизу. На эту экспертизу попадали и очень интересные образцы. К примеру, когти тигра – средневековое оружие ближнего боя. Холодное оружие новосибирцы везут преимущественно из Таиланда и Китая. Электрошокеры, наоборот, вывозят в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан. Но все оседает у таможенников. Если по результатам экспертизы предмет признается холодным оружием или электрошоковым устройством, в отношении гражданина возбуждается дело об административном правонарушении. А это обычно ничего хорошего не сулит. Так что лучше заранее ознакомиться с таможенными правилами и не подвергать себя и свой багаж риску. Оскорблял пассажиров и сотрудников пограничного контроля нецензурной бронью, размахивал руками и пытался пройти через турникет. Очередной случай дебоша в аэропорту Толмачева присетли правоохранители. Какое обвинение предъявили буйному новосибирцу и что еще он натворил в воздушной гавани, увидите в нашем репортаже. В Новосибирском Толмачево, в зоне пограничного контроля, во время посадки на рейс к Новосибирск-Анталия, некий мужчина ввел себя явно неадекватно, сообщаясь информацией МВД России. Вылетал 35-летний житель Новосибирска вместе с супругой и двумя маленькими детьми. Вначале он попытался пройти контроль вне очереди, потом начал оскорблять сотрудницу, нецензурной бранью, размахивать руками и пытаться пройти через турникет. Пришлось вызывать транспортных полицейских, но и с ними он не нашел общий язык. В результате нарушитель сломал стационарную рамку металлоискателя в пункте досмотра таможенного поста, после чего мужчину пришлось скрутить. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол за мелкое хулиганство. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Следственными органами в настоящее время проводится доследственная проверка по факту оскорбления и применения насилия в отношении представителя власти. Судя по тому, что зафиксировала видеокамера это насилие, мужчина продолжил применять в отношении полицейских уже и в дежурной части. Какими процессуальными решениями закончится, это дело пока не ясно, но уже сейчас понятно. Отпуск в Анталии провести вместе с семьей у него не получится. Капризница моды изменчива и в этом ее постоянство. Новые тренды сменяют друг друга с калейдоскопической регулярностью. Речь не только об одежде или обуви. Вкусы и предпочтения меняются практически во всех сферах – от архитектуры и интерьера до мелких аксессуаров. Какими новшествами порадовали новосибирцев участники первого в истории нашего города международного фестиваля дизайнерского искусства, смотрите далее. Красный проспект – так незатейливо назвали организаторы первый международный фестиваль дизайнеров. Собрали на нем начинающих модельеров со всех уголков страны, а также из Южной Кореи, Германии и Казахстана. Участники демонстрируют свои коллекции одежды и аксессуаров. Черный символизирует землю, белый символизирует светлый тон, символизирует небо, красный – это энергия жизни. В общем, вот, ну, немного такая космическая коллекция, и поэтому были выполнены такие элементы, которые были сделаны из дуршлагов. Одежда, как и рюкзаки с сумками, на любой вкус и цвет. Некоторые задумки юных законодателей мод заставляют задуматься, а можно ли, к примеру, в таких одеяниях прогуляться по улицам Новосибирска. Дизайнеры парируют многое из того, что они создают, не для того, чтобы носить в повседневной жизни. Дизайнер создает какой-то художественный образ, который в дальнейшем может быть переработан для промышленности. Поэтому мы хотим показать свою идею, свое какое-то яркое новое веяние, новое видение. Фестиваль привлек внимание и профессиональных модельеров. Им интересно посмотреть, кто придет им на смену. А у организаторов свои цели, причем далеко идущие. Сверхзадача – это прежде всего позиционировать Новосибирск как один из ведущих центров дизайна моды. Вторая задача – это создание особой, креативной, творческой среды, в котором, собственно, и произрастает искусство. Компетентное жюри наградило самых перспективных участников грамотами и ценными призами. После удачного дебюта фестиваль «Красный проспект» планируют сделать традиционным. Но будет ли он ежегодным – пока вопрос. Сабантуй устроят в центре Новосибирска. Межрегиональный праздник пройдет в предстоящее воскресенье в Центральном парке Мегаполиса. Обещают безудержное веселье в лучших традициях татарского и башкирского народов. А татары-башкир постараются не отстать и немцы со славянами. Сабантуй – татаро-башкирский народный праздник обновления природы, который отмечается в июне после завершения сева, символизируя преимущественность прошлого, настоящего и будущего. Татары – можно сказать коренные сибиряки. Они поселились в Новосибирской области задолго до прихода сюда русских. А с вхождением сибирских земель в состав Российской империи столетиями жили в мире и дружбе бок о бок с русскими, белорусами и другими народами, пришедшими в Сибирь. Гостей сибирского Сабантуй ожидают концертная программа с национальными песнями и танцами, соревнования на силу и ловкость, конкурс «Мисс Сабантуй», борьба на поясах, конкурсы на оригинальное блюдо и лучший национальный костюм и другие праздничные мероприятия. В этот же день можно будет познакомиться и с традициями других народов, населяющих наш город. На улице Ядринцевской, 68, в 13.30 начнется немецкий праздник Троица. Обещают мастер-классы, состязания, музыкальные конкурсы и прочие веселья. В Зельцовском парке в 14 часов начнется межрегиональный фестиваль хороводной культуры «Славянский круг Н». Так что день обещает быть богатым на зрелище. На этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 222. 21.05. Далее в нашем эфире прогноз погоды. Спасибо, что были с нами и до новых встреч.